Всем привет, с вами Андрей Сонар, и сейчас будет большая-большая экскурсия на наше производство. А давайте я с самого начала расскажу, как всё делается. Работу конструкторов я показывать не буду. Компьютерщики сидят в экран, упершись, и ничего так с виду интересного нет. Но они именно разрабатывают. Сюда посылается программа, сделанная нашими конструкторами. Лодки. Сюда материал, да, вакуумом присасывается, и дальше ножи режут, специальные там маркеры размечают. После того, как всё вот это добро отработало, и выдало целый комплект размеченных красивых деталей, эти детали вместе с сопутствующей документацией передаются. А давайте-ка мы сейчас всей вот такой толпой пройдём туда, где это всё собирается. Всё это передаётся в цех сварки. Вот сварочные станки. Все детали, все детали в виде отдельных лоскутков, они прибывают на территорию одного из сварочных цехов. Их у нас несколько. Это фактически фен. Фен. Да, управляемый. А ролики, они выполняют именно роль подачи и сжатия. Это считается самым как бы прочным, это вечные швы получаются. Но они имеют тоже свой определённый недостаток, их сложно сделать безупречно красивыми. Поэтому где ручная сборка, где наклей собирают, там допустима коррекция, когда оклейщик всё очень точно может подогнать. А вот тут свариваются сверхлёгкие лодки. Покрафты так называемые. Это сверхлёгкие лодки. Вот тут висит такой здоровенный огромный корпус, только он весит килограмма два всего. Это сверхлёгкие лодки, чтобы носить их с собой. А здесь делают фурнитуру. Вот изготавливается фурнитура, это то есть всё, что на лодку наклеивается, чтобы лодка была функциональной. Вот здесь такой замечательный цех, где делаются изделия из материала AirDec. То есть это сапы. Наверное, все знакомы? Смотрите, сапсёрфы. Кто пробовал кататься на сапсёрфах? Вот, оказывается, сапсёрфы внутри вот такие. Вот такие волосатые они внутри. Смотрите, сапсёрфы внутри, система сапсёрфа, что он надувается вот так. И за счёт этого растягивается. А мат ты тоже из этого делаешь? Да. То есть они, смотри, на шёлковых ницах. А вот с китайцами, кстати, очень сложно бороться, потому что они делают очень дешёвые сапы. Но у нас есть преимущество, что мы можем сделать сап совершенно любой формы и размер. Вот какому клиенту надо, хоть 10-метровый из 2-метровой ширины, если ему на 10 человек надо. Вы там хотите посмотреть работу станка, который может дёрнуть током? Да, может быть. Ну, если палец засунуть, то может. Он сваривает, но в данный момент он просто наносит логотипы. Вот я просто прижал, что не произойдёт, пока я не запущу. Я опускаю лодку. Да, у вас она. Отдельная педаль для тока. Ааа, магия! Это мираком. После того, как изготовлена основа, лодка поступает на оклейку. Фактически весь этот вот цех занимается оклейкой. Сюда поступает что? Корпус лодки, днище. Например, в данном случае здесь отдельное сделанное днище. Оно может быть надувным, как вот это. Тогда его предварительно делают. Или оно может быть ненадувным, тогда его просто как отдельную выкроенную тряпочку на автокрове сюда приносят. После этого оклейщик занимается полным циклом изготовления всей лодки. То есть уже из отдельных компонентов делает одно единое изделие. Всё очень точно рассчитано. К каждой ленточке имеется своё предназначение. Например, вот эта зелёная ленточка, если так вот её аккуратно показать, она служит для того, чтобы в процессе уже не было слабых мест и днище не работало на отрыв от клеевого слоя. Оно именно как бы является контр-лентой для того, чтобы шов между днищем и корпусом был максимально прочен и никогда не оторвался. После того, как будет приклеено днище, будет установлен набор фурнитуры. Сколько процентов брака бывает? Уже готовых в пределах 1-1,5%. То есть это такой стандартный для производства. Это то, на что могут клиенты жаловаться. Первым делом это, конечно, спасибо нашему коронавирусу замечательному, который, так скажем, подсократил возможности выезда в туристических и на отдых за границу. И народ начал понимать, что отдых в нашей огромной стране, он тоже может быть интересен. Поэтому стали гораздо больше заказывать байдарок, более легких лодок, которые называются покрафты. Вообще это все очень стало как раз в 2020 году очень резко подниматься. Вот за последний с 2020 года в разы. Сезонные спады, безусловно, есть. Сейчас я и могу сказать, что сезонный спад где-то начинается с сентября и заканчивается он где-то, ну, началом декабря. Потому что зимой мы переходим на зимнюю продукцию, которая тоже дает определенный подъем. Здесь все заканчивается. Здесь находится отдел технического контроля. Сюда приходит изделие. Уже после того, как оно полностью завершено, его здесь проверяют. После этого изделие упаковывается и дальше отправляется. Каждый шовчик, каждое соединение тщательно проверяется специально обученными людьми. Слушай, а вот от идеи до реализации продукции сколько времени проходит? Разработка конструкторами на компьютере займет буквально 2-3 дня. Дальше она отправляется в производство, где ее на автоматическом комплексе нарежут. Так, ну, кто, собственно, сейчас смотрел, как работает ТВЧ-станок, видели, как вот логотипчик наносится. И вот это, кстати говоря, проварка, которая делается с самой изделия, ну, тоже делается на этом самом ТВЧ-станке. А это вам сувениры от тайм-триала. Вот так. Можно мне зеленый? Зеленый можно. Вариантов немного. Зеленый и красный. Еще один Илюхин. Так. Спасибо, Андрей. Очень интересно. Все, счастливо. Желаем вам раздать. Счастливо. Благодарим. Ну что, по-моему, было интересно. С вами был Андрей Санарф. Всем пока.